Всем привет, с вами Юмилия. Эту фразу я не говорила еще с 20-х чисел сентября, но вернулась именно сегодня, в день учителя, потому что кто я? Я учитель, да. Кто не знает, я отучилась в универе 5 лет на преподавателя, и слава богу, ни дня в своей жизни не проработала по этой специальности, потому что мне очень жалко было бы тех детей, которые были бы моими учениками. Как вы видите, обстановка изменилась, очень даже кардинально. Сейчас я нахожусь в Турции, в Анталии, и если бы ты был подписан, ну или подписан на мой телеграм-канал, то ты бы об этом знал или знала бы. Так что если ты подписан или подписан, то ты большая вумничка, а если нет, то обязательно подписывайся. Ссылка внизу в описании. С сегодняшнего дня буду возвращаться к съемкам реакций, поэтому пиши в комментариях, на кого хочешь видеть реакцию как можно скорее. У меня новый микрофон, ну как новый. Когда-то я раньше его использовала, но потом перестала. Вот этот вот. Напиши в комментах, как тебе качество звука. Мне оно не особо нравится, но выбора пока нет. И также я использую другую камеру, поэтому картинка тоже в целом поменяется не только из-за обстановки, но и из-за камеры. Но надеюсь, что все будет в порядке. Мы долго думали, где сесть, чтобы снимать видео. Я ложилась на диван вот так. Я садилась вот сюда на пол. Я сидела на кресле. И по итогу мы выбрали вот такое вот положение. Поэтому не удивляйтесь, если в следующих реакциях я буду сидеть где-то в других местах этой комнаты или же этой квартиры. Было много нервов, потому что мы прилетели в Турцию сперва всего на 9 дней. Затем решили остаться и искать квартиру. Квартиры сейчас расхватывают просто, как горячие пирожки. И мы нашли хороший вариант. Вот этот. Который нам очень понравился. И нам сказали, что дайте-ка нам денюжки. Тысячу долларов. Чтобы эту квартиру не занял никто другой. И это было ошибкой. Потому что нервов все дни ожидания было потрачено безумно много. Внутри я ощущала некий груз. И ощущала то, что мне наставили рога. То, что я лох. И уже было страшно, что никакую квартиру мы даже и не увидим. Нам безумно повезло, потому что нас не обманули. И сейчас мы здесь живем. Мы смогли ее арендовать. Но если вдруг вы когда-то будете лететь в другую страну, прошу вас так не делать. Лучше уж потерять квартиру, да? Возможность в нее заселиться, нежели потратить тысячу долларов. И это при том, что нам еще действительно свезло. Насчет стримов. Мы с вами не досмотрели Джо Джо. Ну и кроме того, в телеге выбрали вы, мои дорогие, по просу. Тетрадь смерти. Которую мы тоже будем смотреть. На отрова, если что. Ссылочка в описании. Стримы пока я не могу сказать точно, когда начну проводить. Потому что мы все еле-еле настроили для съемки роликов. Для стримов нужно будет все перенастраивать, так скажем. Не буду вас загружать, но все же. Поэтому подписывайтесь на телегу. Анонс будет там. Вроде бы я снимаю видео на ютуб на протяжении уже 7 лет в целом. Но делать такие вот перерывы очень сложно. Сложно возвращаться после них. Я даже не представляю, каково ютуберам, которые не снимают ролики месяцами. Буду потихоньку возвращаться. Преодолевать некий внутренний страх. А он у меня есть. Потому что, ну не поснимала я там, ну сколько мне не было. Наверное, недели две, да? Про меня могли же все забыть. Ютуб. Ютуб переполняется контентом. Его настолько много, что действительно, как мне кажется, легко забыть вот любого человека тут. Ютуб всегда требует того, чтобы ты активно им занимался. А я нарушила самое главное правило ютуба и исчезла. Что, мне кажется, было в корне неверным. Но пришлось так поступить. У меня бы никак не получалось бы до этого снимать. В общем, все. Жду комментариев по поводу того, на кого снять реакции. Да и в целом пиши, что думаешь. Ох, а я сегодня чуть попозже попробую снимать свою первую реакцию после долгого перерыва. Сори, если вдруг она будет какой-то странной или кринжовой. Ну а тебе желаю добра. Береги себя, пожалуйста, и своих близких. Здоровья. И пока. До встречи в новых видео. Продолжение следует. Продолжение следует...